Здравствуйте! Мы продолжаем наш цикл лекций об истории Великой Отечественной войны, о ее значимых и знаковых эпизодах. И сегодня речь пойдет о событиях конца осени и начала зимы 1942 года. А если совсем уж конкретизировать, то речь пойдет о легендарном рейде 24-го советского танкового корпуса генерала Боданова на Тацинскую, на аэродром немецких транспортных самолетов и разгром этого аэродрома, который стал одним из легендарных эпизодов и советского зимнего наступления 1942-1943 годов и на самом деле всей войны. Прецедентов подобных рейдов, прямо скажем, немного. Сначала немного предыстории. Во-первых, о чем следует сказать, это о качественном росте советских танковых войск, который имел место к осени 1942 года. Дело в том, что Вторая мировая война была не просто войной моторов, она не просто была войной, в которой использовались большие массы танков. Важнейшим аспектом использования танковых войск были организационные формы, в которых они использовались. И, к сожалению, наш противник и противник по сути всего человечества, нацистская Германия, какое-то время опережала и военную мысль союзников, и советские представления об организации крупных механизированных соединений. Условно их можно назвать танковой дивизией. Советское название танковый корпус объяснялось определенными отечественными, прямо скажем, самобытными решениями. Об этом чуть позже. Но суть дела заключалась в том, что основным инструментом для крупных наступательных операций для ударов и обходов с преодолениями десятков километров, а то и сотни километров в сутки вообще организации окружения требовались танковые дивизии. Это округленно 10-15 тысяч человек, 100-200 танков, моторизованная пехота, частично моторизованная артиллерия. Одним словом, некая единица, некий объединенный единым командованием и тщательно выстроенный с организационной точки зрения элемент вооруженной борьбы, который позволял вести бой, прорвавшись в глубину вражеской обороны, сокрушать резервы противника, захватывать какие-то пункты. И до поры до времени у Советского Союза с наличием такого инструмента были серьезные проблемы. Летом 41-го были механизированные корпуса, страдавшие от многочисленных организационных недостатков, хотя и содержавшие в себе рациональное зерно, которое позднее было использовано. В августе 41-го года от механизированных корпусов и танковых дивизий вообще отказались. На какое-то время основной формой организации танковых войск Красной Армии стала бригада и отдельный батальон на поддержке пехоты. Зимнее контрнаступление под Москвой со всей очевидностью показало, что танковых бригад недостаточно, даже объединений в какие-то импровизированные группы и объединения их, например, с кавалерией, оно не приносит нужного результата. И весной 42-го года советская военная мысль и организация танковых войск вышла на новый рубеж, который знаменовался появлением танковых корпусов. Танковые корпуса состояли на тот момент из двух-трех танковых бригад и одной мотострелковой бригады. Устоявшаяся организация советского танкового корпуса — это три танковые бригады, одна мотострелковая бригада — это три тысячи человек мотопехоты с легкой артиллерии. Общая численность танкового корпуса по штату — это примерно 200 танков. В ходе войны незначительно менялась численность, увеличивалось количество самоходных установок, но главной изюминкой советских танковых войск было формирование того, что можно назвать готовые боевые группы — танковые бригады. Численность примерно полторы тысячи человек, примерно 50 танков. И это были единицы, которые были способны решать конкретные задачи в ходе наступления. Но, разумеется, для полноценного наступления, для глубоких прорывов нужны были не просто отдельные бригады с импровизированным штабом, а именно организации. И этой организацией стали танковые корпуса, которые прошли через такое крещение огнем лета 1942 года. По большому счету не безуспешно, потому что опыт был, конечно, не всегда однозначный, но в целом организация подтвердила свою жизнеспособность. И вот наступает осень 1942 года. И советские танковые войска демонстрируют всему миру, что в СССР появился инструмент, уравновешивающий немецкие танковые войска, панцерваффе, и тоже способный наносить удары на большую глубину, сломать сопротивление каких-то поспешно собранных резервов, захватывать переправы, захватывать узлы дорог. И демонстрация этой дееспособности советских танковых войск осенью 1942 года проходила операцией «Уран». Это была операция по окружению немецкой 6-й армии в районе Сталинграда и, можно сказать, прошла как такой идеальный шторм. Местность под Сталинградом в районе Волги, Дона, она вполне благоприятствовала использование не просто танков, но и крупных масс-танков. И их использование имело просто оглушительный успех. Мало того, что советские танковые корпуса допрорывали оборону в ходе наступления на 3-ю и 4-ю румынские армии, они смогли продвинуться более чем на 100 километров в глубину, сбить бросаемые им под гусеницы резервы, захватить переправу Калача, соединиться в районе Калача и Советского и замкнуть кольцо окружения. Причем в том числе приходилось отражать удары резервов тех самых боевых групп немецких танковых дивизий, которые двигались немцами поспешно для того, чтобы остановить советское наступление. Это все были попытки безуспешно. В итоге операция «Уран» обеспечивает окружение огромной, на самом деле, в группировке более 300 тысяч человек под Сталинградом. Это очень громкий успех, достигнутый, самое главное, не такими уж большими силами, если говорить о танковых войсках. По сути своей, это одна танковая армия с двумя танковыми корпусами. Отдельные танковые корпуса, два механизированных корпуса. Конечно, все это подпиралось пехотой и артиллерией, но это все могло быть реализовано только при наличии нового дееспособного инструмента, которого можно назвать инструментом уже советского Блицкрика. И в последующем, в 43-45 годах, именно наличие у Красной Армии самостоятельных танковых корпусов, механизированных корпусов, танковых армий, позволило проводить операции колоссального масштаба, проводить наступательные операции на окружение противника. И если брать, например, даже такое сугубо оборонительное сражение, как Курская Дуга, то именно подвижность танковых корпусов позволяла их своевременно выдвигать навстречу противнику, давать бой, наносить контрудары или даже хотя бы использовать, как тогда называли, подвижный укрепрайон. И в последующем, в разных масштабах, советские танковые корпуса соединялись под Бобруйском окружая. Немецкую 9-ю армию в операции «Багратион» вели наступление в Венгрии окружая Будапешт. Одним словом, трудно было найти крупную наступательную операцию, в которой бы не использовались с той или иной степенью результативности, советские танковые механизированные корпуса и танковые армии. Это стал основной инструмент, который сократил, на самом деле, продолжительность войны именно за счет повышения эффективности использования тех танков, тех автомашин и той подвижной артиллерии, которая имелась у Красной армии. По существу, Красная армия ставила на танки. Танки в разных формах организации, включая поддержку пехоты, были таким национальным оружием России. В тот период, на самом деле, во многом остается до сих пор. Бенефис — это все же операция «Уран». Но мало было поймать армию Паулюса в ловушку, окружить ее под Сталинградом. Важно было, во-первых, удержать в этой ловушке, отразить все попытки спасти Паулюса и его войска, ну и развить наступление дальше. И для того, чтобы развить операцию «Уран», появилась операция под названием «Сатурн», которая предполагала удар на большую глубину прямо до Ростова. На самом деле, это уже операция оперативно-стратегического масштаба, и немцев могло ждать еще больше поражения, чем окружение под Сталинградом. Но, конечно, это было уже чересчур амбициозно, тем более немцы располагали резервами, которые они перебрасывали в район Сталинграда с целью спасти Паулюса и стабилизировать обстановку в целом. И в этот момент на сцене появляется новый план, который получил в итоге наименование «Малого Сатурна», более ограниченный по своим масштабам, но, тем не менее, весьма важный в общей стратегии советской зимы 1942-1943 годов. Осуществлять этот план предполагалось с помощью войск Юго-Западного фронта Ватутина. И для того, чтобы нанести противнику новые мощные удары, задействовались плацдармы, которые ранее были удержаны на Дону. Потому что вообще немецкая стратегия того времени предполагала удержание фронта на Дону в качестве защиты тех войск, которые ушли на Кавказ. И для удержания фронта на Дону задействовались в том числе союзники Германии. Это были итальянцы, венгры, румыны. Румыны потерпели крах в операции «Уран». Оставались еще итальянцы и венгры. До них дело дойдет в ближайшие недели, и будет нанесено тяжелейшее поражение союзникам Германии, которые вообще заставят Гитлера потребовать выводы их с фронта. И только дальнейшее негативное развитие событий приведет к использованию румыны в боях за Крым в 43-44 годах и венгерской армии. Но, тем не менее, очередным этапом по сокрушению не только немецких войск, но и войск союзников стала операция «Малый Сатурн». Началась она в середине декабря 1942 года и началась, надо сказать, как нельзя вовремя. В связи с тем, что буквально за несколько дней до этого достаточно крупными силами немецких войск, включавших несколько танковых дивизий, командующие группой армии Дон, такая была образована после Сталинградской катастрофы, Эрих фон Манштейн стал пробиваться на выручку Паулюса. И удар «Малого Сатурна» поставил перед Манштейном вполне очевидную дилемму. Либо продолжать пытаться пробиться к Паулюса, при всей сомнительности этой затеи, которая выразилась в нараставших трудностях и нараставшем сопротивлении советских войск. Либо пытаться стабилизировать обстановку в масштабе группы Армидон в целом. Большой проблемой здесь было как раз отсутствие каких-то резервов у Манштейна, потому что то, что им перебрасывалось, пока было в недостаточном количестве. По сути, нужно было снимать войска, которые идут на выручку Паулюса, грузить их в железнодорожные эшелоны и отправляться отбивать наступление Ватутина. В тот момент окруженная армия Паулюса снабжалась по воздуху. Были собраны практически со всей Германии самолеты, имеющие транспортное назначение, транспортные, пассажирские. И эта крупная группировка, включая, кстати, бомбардировщики, которые тоже использовались для перевозок горючего боеприпасов в котел к окруженным войскам Паулюса, они сконцентрировались на двух крупных аэродромах. Один крупный аэродром – это Тацинская. Здесь были сконцентрированы Ю-52 и Ю-86. И второй крупный аэродром – это Морозовская. Здесь концентрировались в основном Хенкеле 111. Разумеется, на каждом из этих аэродромов была такая достаточно разношерстная команда из разных самолетов, включая и разведчики, и какие-то группы бомбардировщиков, истребителей. Одним словом, это было два таких гнезда Люфтваффе, имевшие большое значение для снабжения Сталинграда, потому что окруженной Сталинграде немецкой группировки требовалось 600 тонн снабжения в сутки. Обзумеется, никогда такой уровень не достигался, но, тем не менее, каждый день взлетали самолеты и доставляли в котел боеприпасы, медикаменты, продукты питания, горячее. Одним словом, конвейер работал безостановочно, и эти два аэродрома имели большое значение в масштабах, вообще говоря, всей немецкой группы армии. И это была такая надежда выручить Паулюса с помощью снабжения по воздуху, потому что пока Паулюс получал горючее, он мог двигать внутри котла и автомобили, и танки, и самоходки. Пока он получал боеприпасы хотя бы к стрелковому оружию, он мог держать фронт. И, кстати, коллапс, который последовал, как мы знаем сейчас, 2 февраля 1943 года, он мог быть отложен. Если быть совсем уж точно, то задачей наступления советских войск в рамках операции «Малый Сатурн», конечно же, не были как таковые аэродромы. Это была одна из целей наступления. Оно должно было улучшить общее положение советских войск и отдалить фронт от кольца, в котором сидели войска Паулюса. В числе наступающих было два танковых корпуса, 24-й и 25-й. Одним командовал генерал Баданов, второй возглавлял генерал Павлов. И эти два корпуса наступали с плацдарма на Дону. Причем корпус Баданова, он наступал с плацдарма у верхнего Мамона. Там был небольшой плацдарм, за который велась боящее лето. Советские войска переходят на наступление, и танки вырываются вперед. Укомплектованность корпуса Бадана была, на самом деле, не стопроцентной, но он вполне успешно продвигается вперед в операции и, по сути, выполняет именно ту функцию, которая полагалась самостоятельно механизированным соединениям Второй мировой войны. То есть удары на большую глубину, сокрушение резервов противника и захват его важных пунктов. Захват переправ, захват в дорог. И со всем этим корпус Баданова справляется. И к тому моменту немцы лихорадочно перебрасывают резервы, на самом деле, со всей Европы для того, чтобы остановить советское наступление под Сталинградом. И в числе резервов была и переброшена из Бельгии пехотная дивизия, и изъятая из состава группа армий «Центр» 11-танковая дивизия. Аним словом, резервы идут в войска Манштейна практически ручьем. Немцы в своих, прямо скажем, судорожных попытках восстановить фронт, удержать фронт, допускают ошибки. Вообще все всегда допускали ошибки и в оценке противника, и в ведении операции, и, безусловно, серьезным промахом командующего воздушным флотом «Фибига», было то, что аэродром «Тацинская» был, по существу, не защищен от атаки сухопутных сил. Он был прикрыт зенитками, конечно, возможность его бомбить у советской авиации технически была, но это являло собой очень такую крепкую, неприятную цель. Этот аэродром, ощетинившийся зенитками, а вот с сухопутий он был защищен слабо. Вот 24 декабря 1942 года к «Тацинской» подходят танки корпуса «Бананова». На тот момент у него было примерно четыре десятка танков Т-34, еще пара десятков легких танков Т-70. Силы, по большому счету, невелики, но их оказалось вполне достаточно для того, чтобы, во-первых, проскользнуть между выдвигавшимися на фронт немецкими резервами, а во-вторых, ворваться на аэродром и разгромить находящиеся там части лифтов. Сухопутная оборона была подготовлена слабо, сопротивление немцы оказывают весьма ограничено. По сути, на аэродроме начинается паника, бегство. Теперь о том, сколько находилось на тот момент в тех авиагруппах, которые были задействованы для снабжения с аэродрома «Тацинская». В их рядах насчитывалось 130 самолетов Ю-52 и еще 40 Ю-86. По немецким данным, при приближении советских танков к «Тацинской» около 30 самолетам дают взлет. Они спешно взлетают, причем на земле остается масса еще неисправных самолетов. Потом было подсчитано, что непосредственно на аэродроме было где-то 46 боеготовых самолетов, которые не смогли его покинуть и стали жертвой. Ну, еще около полусотни было неисправных. Причем, если посмотреть мнение советской стороны, Баданов докладывал о том, что на железнодорожной станции находились еще и платформы, на которые были погружены разрушенные, сильно поврежденные немецкие транспортные самолеты, которые предназначались для вывоза. То есть их предполагалось вывезти на завод и, подвергнуть заводскому ремонту, восстановить даже после серьезных повреждений, связанных с вынужденными посадками, с повреждениями от огня зениток, ну и тому подобного. Причем, когда бойцы Баданова ворвались на аэродром Тацинска, они были приведены, что называется, в состоянии глубокого изумления количеством целей. И даже на всякий случай по радио запросили Москву и спросили авиационных специалистов, поскольку никто не знал, сколько удастся продержаться, прибывали немецкие резервы, обстановка была достаточно напряженной. Что надо сделать для того, чтобы гарантированно вывести из строя самолеты? Решение было предложено, на самом деле, очень простое и остроумное. Проехаться на танке по хвостам самолетов. Все самолеты, которые находились на летном поле, те, которые не имели каких-то явных и фатальных повреждений, по ним просто проехались на танках. Большая проблема Баданова и, прежде всего, его танков, было то, что к Тацинской вышли фактически на излете запасы горючего, то есть имелось максимум полузаправки. Как нетрудно догадаться, на аэродроме авиации есть только авиационное горючее. Из этой проблемы довольно быстро нашли выход. Были разработаны рецептуры смеси авиационного бензина и авиационного же масла, которое можно было заливать в баке «тридцать четверок». Это, опять же, проконсультировались с специалистами по радио в Москве. Вообще, когда читаешь всю эту историю, сравниваешь с событиями «Стридцать первого года», то, что цепляет глаз сразу, это то, что корпус Баданова имел вполне устойчивую радиосвязь с внешним миром, который позволял в том числе запрашивать такие вещи, как рецептура уничтожения самолетов, рецептура топлива, которое можно заливать в баке «тридцать четверок». Действительно, придумали две рецептуры горючего из авиационных компонентов, которые вполне удовлетворительно работали в танках Т-34. Т-70 имели бензиновые двигатели и могли использовать авиационное горючее напрямую. Большой проблемой были боеприпасы. Боеприпасы на пути к Татцинской расходовались. И здесь уже организуется советский воздушный мост. Правда, в основном за счет сброса, поскольку взлетопосадочные полосы были перепаханы, в том числе взрывами, и сбрасывают сотни снарядов к Т-34. И Т-70 продукты. На самом деле в Татцинской были захвачены обширные склады совсем, что называется, душа пожелает. И, конечно, серьезные проблемы были еще медикаменты. Но главное – боеприпасы. Самым узким местом у Баданова были боеприпасы, поэтому долго продержаться он не мог. Тем более немцы сразу же стали его контратаковать, атаковать. Сразу же пытались его выбить из Татцинской, поскольку, конечно, потеря одного из двух крупнейших аэродромов, даже, я бы сказал, аэроузлов и авиабаз, был очень неприятным ударом для германского командования. Пытались и вернуть эту авиабазу, и разбить советский танковый корпус. Поэтому атаки сыпались одна за одной. И, конечно, после нескольких дней боев, имея крайне скудное снабжение по боеприпасам, Баданов принимает вынужденно, конечно же, решение на прорыв. И, собственно, то, что Баданов прорывался, сделало действие его корпуса рейдом. То есть что такое рейд? Это когда углубились, вернулись. То есть когда изначально предполагается возвращение. Это одна из форм действий, и не только подвижных частей рейд. Так скажем, имеет массу вариаций, примеров. И, конечно же, в идеальном случае Баданов должен был и захватить Тацинскую, и продвигаться дальше, и сдать позиции в Тацинской пехоте. Но, конечно же, любая операция не проходит без сучка и задоринки. Всегда есть препятствия на пути ее идеального развития. И, конечно же, быстро выйти к позициям Баданова пехоты было затруднительно. И так танки Баданова проходили по 40 километров в сутки. Это много. И, по сути, они свою задачу выполнили. Причем выполнили двояко. С одной стороны, это захват крупной аэбазы. С другой стороны, именно в этот день, 24 декабря 1942 года, сворачивается немецкая операция по прорыву к Паулюсу. Называемая операция «Зимняя гроза». И резервы, использованные для этой операции, теперь должны были решать совсем другие задачи. И должны были, в том числе, парировать те удары, которые нанесли корпусы Баданова и Павлова. В итоге, в ночь на 28 декабря 1942 года предпринимается прорыв. Причем прорыв осуществлялся на северо-запад. Баданов довольно четко рассчитал. Штаб Баданова, потому что начальником штаба у него был такой известный в будущем советский танковый командир Бурдейный. Один из героев и Курской битвы, и операции «Багратион». Он как раз возглавит танковый корпус после того, как Баданов уйдет на повышение. И корпус надолго станет корпусом Бурдейного. Что интересно, гвардию и очередное звание присвоили еще когда танкисты корпуса Баданова находились на аэродроме Тацинска. То есть им по радио сообщили о том, что корпусу присваивается гвардейское звание. Он стал вторым гвардейским танковым корпусом. И уже будучи извещен о том, что присвоена гвардия, шел на прорыв. Пошел на прорыв достаточно удачно. Здесь опять же перед нами одна из возможностей, которая имеется у подвижных соединений. Они могут пробиваться не по кратчайшему расстоянию. То есть они могут выбирать в том числе кружной маршрут, надеясь на подвижность своего и танкового парка, и автотранспорта. И вот этот удар на северо-запад приносит корпусу Баданова освобождение. Вырывается из окружения вокруг Тацинской, которое день от дня усиливается, выходит к своим и дальше приводит себя в порядок. Немцы, хотя и возвращают себе Тацинскую, повторно использовать ее уже не рискуют. Мало того, что аэродром разгромлен, все, что можно было взорвано и сожжено. И в целом приходится перебазироваться дальше на запад. Естественно, снабжение окруженной армии Паулюса день от дня не ухудшается. И то, что Сталинградская битва завершилась именно 2 февраля 1943 года, это в немалой степени заслуга и корпуса Баданова, и разгрома на Тацинской. А сколько, разумеется, на других авиабазах немецкие самолеты оказывались уязвимы, в том числе от ударов с воздуха. Например, авиабазу «Зверева» вполне успешно разбили с воздуха. Конечно, даже тяжелые потери, которые были понесены под Сталинградом, не убили насмерть немецкую транспортную авиацию, к большому сожалению. Она еще себя покажет. И в ходе операции по освобождению Крыма советских она будет неприятным таким действующим фактором. И снабжение «Тамани», и снабжение, в том числе, окруженных группировок в 1944 году, в первые зимние месяцы, компании 1943-1944 годов. Да, немецкая транспортная авиация, несмотря на потерю более чем 400 машин, однозначно безвозвратно в ходе воздушного моста к Паулюсу, она еще сохраняла боеспособность, и какие-то акции была способна предпринимать и в 1944 году. Но, так или иначе, рейд Баданова, очень интересная и показательная страница истории Великой Отечественной войны. Это история и героизма, и профессионализма, включая и тех людей, которые обеспечили техническую поддержку в плане топлива намешать и самолет уничтожить. Тот рейд, который дал славу советским танковым войскам. Это было, на самом деле, только начало. Я уже говорил, осень и зима 1942-1943 годов станут таким бенефисом советских танковых войск. Но начало было, прямо скажем, впечатляющим и где-то даже оглушительным для противника. Советские танковые корпуса оказались способны на весьма эффективные и глубокие, с точки зрения прорыва за линию фронта, действия. У Красной Армии появился инструмент, которого не было в 1941-1941 годах, и он еще себя покажет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Лекторий Достоевский. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok